Сегодня я хочу показать вам, как выглядит территория отеля Miramore Garden Resort именно снаружи. До этого я записывала видео, как выглядит номер, а теперь покажу, что же есть на территории. Первая, наверное, и главная территория, куда мы пришли, это бассейн. Здесь есть два бассейна. Это бассейн для взрослых и также есть для детей. Сейчас мы дойдем и туда тоже. Так, что мы видим здесь? Здесь у нас вход в ресторан, есть возможность сидеть внутри, есть также места снаружи. Но места снаружи, они немножечко с другой стороны, мы туда еще дойдем. Итак, территория очень приятная за счет того, что здесь есть очень много красивых деревьев, все очень ухожено. Приятно находиться. То есть, Miramore Garden оправдывает свое название, потому что Garden это сад на английском и сад здесь прекрасный. В рабочее время бассейна включается горка, точно не помню часы, вроде бы с 8 до 5. Включается горка, в смысле здесь бежит вода и люди скатываются в бассейн. Мы вчера попробовали, очень классно. Часть бассейна глубокая, часть мелкая, то есть можно спуститься и тем, кто не умеет плавать, к примеру. Чтобы не захлебнуться водой, можно стоять на ногах. Есть такая терраса, которая наверху с очень красивыми видами. С одной стороны на сад, с другой на бассейн. Вот, я покажу вам чуть позже, как это выглядит, поэтому смотрите видео до конца. Далее идем. Что мы здесь видим? Это будка, где сидят люди, которые работают на территории бассейна. Они также управляют еще и музыкой. Так, что мы видим здесь? Здесь у нас так называемый амфитеатр, где проходят различные вечерние программы. Вот. Сейчас мы с вами зайдем туда. Еще по пути посмотрим с вами детский бассейн. Очень много лежаков в запасе на народу, сейчас очень мало. Вот. Поэтому это вдвойне приятно. Гуляешь, с утра и никого нет. Все для тебя, да? Тот, кто рано встает, тот получает такую красоту. А сейчас уже 8 часов, кстати. Вот. Как я уже упоминала в других видео, отель недавно снова открыли. И поэтому еще много гостей не успела сюда заехать. Так, продолжаем наше движение. Сейчас вам покажу, как выглядит этот амфитеатр. Первый вечер, когда мы заехали, мы сюда пришли на программу для детей. Были детские песенки, танцы. Было весело. Вчера мы не выходили вечером. Нам хватило других развлечений в течение дня, чтобы очень сильно устать и пойти спать пораньше. Сейчас в 9 вечера начиналась программа для детей. Вот здесь такие места, где можно сидеть. Сделано в форме такого амфитеатра, да? Сцена. И кругом просто бомбические виды. Вот серьезно. Я просто в диком восторге от видов. Я очень люблю горы и море. И когда это сочетается, у меня просто захватывает дух. Вот так выглядит амфитеатр. Здесь можно садиться. Три ряда. Далее вы видите бассейны. И остальную территорию отеля. У отеля очень много корпусов. Они небольшие. И эти небольшие домики, они как бы разбросаны по территории. Вот. Сейчас покажу один из них. Да, раннее утро, солнце в глаза. Но ничего страшного. Так. Вот один из корпусов. В нем буквально только 4 или 6 комнат. Вот. Да. Где-то 6-8 комнат. Следующий корпус. Тоже на 8 комнат. Такие небольшие отдельно стоящие домики. Видите? Мы находимся в корпусе с лифтом. У нас последний этаж. С очень красивым видом. Ну, там всего лишь 4 этажа у корпуса. Так что не очень, потому что высоко. Вот. Это еще один корпус большой уже. Здесь поменьше. Для тех, кто может, поднимается на второй этаж. Но вот эти домики, в чем их минус, они находятся недалеко от амфитеатра. Поэтому, когда идет вечерняя программа, им слышно все. Мы специально просили тихий номер. Потому что ребенок идет спать рано. Очень рано. И нам нужно было, чтобы была тишина. Так выглядит главный корпус. Одна сторона окон выходит на дорогу. Возможно, видно море с верхних этажей. Но шумно. Внизу находятся различные магазинчики, кстати, с неплохими ценами. Вот. Название. Раньше этот отель назывался по-другому. Его буквально недавно переименовали и заново открыли. С этой стороны тоже есть много разных кафешек, ресторанчиков. И чтобы добраться до моря, занимает около пяти минут. Нужно перейти дорогу и по племой туда. И все. Пляж Галечный. У меня есть отдельное видео на эту тему тоже. И, то есть, когда вы едете сюда, вы об этом знаете заранее. И чтобы вам было проще и удобно заходить вовнутрь, в смысле, в воду, по камням. Либо специальную обувь покупают, либо просто заходят и терпят. Значит, мы разместились в этом главном корпусе. Достаточно длинный. И у нас окна выходят на горы. Это потрясающе. Поэтому, знаете, если вы будете здесь бронировать, можете писать, можете просто писать и просить именно такой вид. Так, ребята стараются, убирают. Молодцы, молодцы. Вот, значит, главный корпус. И именно в эту сторону выходят у нас окна. И достаточно тихо. И мало того, тихо. Виды просто бомбические. До такой степени шикарные, что просто захватывает тук. Вид на горы, на поля, на зеленые. Поэтому имейте в виду, что я лично считаю, что одни из самых лучших номеров это в главном корпусе с видом на горы. Поэтому при бронировании учтите этот момент. Ну, может, какой минус есть, то, что в коридоре нет коврового покрытия на полу. Я не знаю, если вообще в Турции используют его. Мы, кстати, недавно тоже были на Кипре. Там тоже не было коврового покрытия на полу. Из-за этого звук летает очень сильно, сильное эхо в коридоре. И поэтому в главном корпусе может быть немножко шумно, когда люди там ходят. Вот. Сейчас покажу вам еще его с другой стороны. Вот. Выглядит таким образом. Корпус. Точнее, та его часть, где окна выходят на горы. Сейчас покажу вам, какой вид. Вот на такой вид выходят окна. И тем выше, тем интереснее. Я думаю, что вот в том сером корпусе тоже окна выходят на горы. И не так шумно. Так что тоже хороший вариант. Но тоже там различаются по типу комнат, которые у вас. Здесь, конечно, шикарно. Продолжаем гулять по территории. Здесь можно обходить вокруг. И есть такая вот небольшая детская площадка. Честно скажу, немного неухоженно. Видно, они еще до нее не дошли. Потому что там трава растет. Потому что там трава растет. То есть, как бы, трава растет чуть ли уже не по колено. Жаль, конечно, но, опять же, до такой степени сильно греет солнце, печет. Что, я думаю, уже после 8 часов утра нереально на этой площадке находиться детям. Во-первых, потому что нет навеса. А во-вторых, потому что все нагревается. Поэтому для детей развлечения только бассейн и вокруг бегать. Еще есть отдельное здание с детской комнатой. Туда заглядывали. Там просто стоят стулья и столы. То есть, если у вас есть какие-то настольные игры или что-то такое, можете с собой привозить. Есть где поиграть. Позвать других детей. Ну, если тоже, например, взять мячик, я думаю, тоже можно найти место, где его погонять. Ну, конечно, печалька с этой площадкой. Что им надо сделать? Во-первых, убрать всю эту траву. Я не знаю, как-то сделать покрытие какое-то поудобнее для детей. И сделать навес. Обязательно. У нас в Израиле практически все площадки с навесом. Потому что такое же солнце печет. И по личному опыту, каждодневному, могу сказать, что после 10 часов утра летом сложно уже даже находиться на площадках. Потому что очень жарко. Особенно, если нет навеса, который защищает от солнца. Так. Вот такой корпус. Симпатичный. Балкончики достаточно узенькие. Вот вы сейчас видите балконы. Но здесь два вместе. То есть, очень узенькие. На балконах есть специальная штучка, на которой можно сушить вашу надежду. После бассейна, после моря. Вот. Лично мое впечатление. Хорошее. Обслуживание шикарное. Просто шикарное. Вот серьезно. Я такого нигде не встречала. Обслуживание в первый раз. В таком отеле, такого плана, где все включено. Это бюджетное все. Включено четверка. Но так или иначе, обслуживание просто делает ваше пребывание в данном отеле очень приятным. Молодцы ребята. Кто работает как официант в ресторане, помогает. Особенно, когда мы тут с ребеночком гуляем, то приходишь накладывать кушать и рук не хватает. И вот они прям подбегают с подносиками, помогают, ставят мою тарелку, идут за мной, ждут пока я все положу, что хочу покушать и несут уже к тому столу, который я. Ну, где я хочу сидеть. Вот. Есть детские стульчики. Детский бассейн хороший, понравился. В целом все хорошо. Что больше всего мне понравилось, это, конечно же, очень красивая территория, что здесь сад, вид на горы. Море, пляж, так себе. Мы тут уже третий день сходили один раз и не хотим возвращаться. Нам хватает бассейна. Просто после наших израильских пляжей песочных это, конечно же, очень на любителя. И у меня было такое ощущение, что здесь море почему-то холоднее, чем в Тель-Авиве даже, например. В Тель-Авиве, там Хайфи, неважно, на израильском побережье. Наши пляжи в разы лучше, однозначно. В разы-разы. Ну, здесь люди, которые приезжают, они заранее знают, что они идут на каменистый пляж и готовятся к этому. Мы знали, но не подготовились. Но море для нас не так уж и актуально. Здесь еще территория, где ресепшн. Есть красивые диванчики. То, что мне тут нравится, что здесь открыты окна. Они раздвигаются, стеклянные двери. Здесь всегда прохлада, свежий воздух. А когда уже становится слишком жарко, закрывают и закрывают жалюзи. Здесь очень приятно посидеть. Доброе утро. Так, как здесь снять? Это лифт. Да? Это лифт. Мы едем в номер. Вот. Скоро пойдем в бассейн. И на море, наверное. Наконец-то дойдем второй раз за три дня. Вот, как я говорила, нет коврового покрытия, которое поглощало бы звуки частично. Поэтому здесь сильное эхо. О том, как выглядит номер изнутри, можно посмотреть у меня в отдельном видео. А вот такой вид у нас открывается из балкона. Вот. Именно здесь мы сейчас гуляли. Детская площадка, которую вы видите. Серьезно, с этой стороны очень тихо, красиво. Поэтому, я не знаю, есть ли у этого отеля такая опция вид на море. из номера не берите. Там, наверное, по факту вообще ничего не видно. Но, шумно. А с этой стороны тихо и очень красивый вид. Очень красивый вид. Вот. спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. очень-очень-очень красиво. У нас тут завтрак. Уже все съели. Пойдущий что-то немножко возьму. Какую-нибудь булочку. очень красиво. Я просто в диком восторге от этого отеля. Я просто в диком восторге Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok